Говорят, успех в жизни зависит не только от трудолюбия и настойчивости, но и от везения. С этим сложно не согласиться, если рассмотреть несколько ситуаций, подобных этой. Как вы назовете случившееся с этим мужчиной? Ну разве это не везение? К примеру, главный герой этой истории – американский пенсионер, который решил на старости лет переехать в Португалию. Для этого мужчина купил несколько гектаров португальской земли, на коей и был расположен этот самый заброшенный ангар. Впоследствии он планировал его или снести полностью, или превратить в сарай для нужных инструментов, если, конечно, стены и крыша еще смогут послужить. С обеих сторон вход в здание был заварен. Прежний владелец этого участка скончался, потомков у него не было, так что американский пенсионер покупал землю вместе с ангаром у государства буквально за полцены. Когда мужчина приехал на свой новый участок, то не сразу смог открыть заваренную дверь старого ангара. Добившись успеха в этом нелегком деле, он буквально не поверил собственным глазам. Мужчина ожидал увидеть за дверью кучу мусора или старый хлам вроде ненужных инструментов, но там оказалась коллекция старинных автомобилей. Ангар полон различных классических авто, стоимость которых значительно превышает сумму, которую мужчина заплатил за землю. Об этой удивительной находке тут же стали трубить все СМИ. Весь мир поражен такому везению мужчины. Но как же они там оказались и почему все эти раритетные и очень дорогие авто оставили доживать свою жизнь здесь, в ангаре? Здесь есть модели Fiat, Mercedes-Benz, Peugeot, Lotus, Porsche, Ford и Opel различных возрастов. Общую сумму этих авто уже примерно подсчитали специалисты. Они заявили, что найденные 95 авто стоят не меньше нескольких миллионов евро. И это только приблизительные цифры. Реставраторы счастливы и вывозят авто на стареньком тракторе одно за другим. А вот откуда возникла коллекция, выяснилось немногим позже. Оказывается, еще начиная с 50-х годов прошлого века, коллекцию преимущественно спортивных машин собирал предприниматель Роже Бейлон. Его мечтой было открыть большой музей автомобилей. Он собирал исключительно дорогие машины и свозил сюда, в ангар. Некоторые машины он покупал совсем недорого, а часть авто и вовсе находил на свалках. Но ближе к 70-м компания Роже обанкротилась и ему пришлось забыть о своей мечте. С тех пор ангар стоял закрытым, а коллекция перестала пополняться новыми дорогими моделями. Сейчас эти авто перешли в наследство внука Бейлона, которое и не ждали такого шикарного подарка от дедушки по прошествии более полувека и пока что находится в шоковом состоянии. Ну и конечно, везению этого мужчины, которому полагается солидная премия за такую ценную находку, можно только позавидовать. Спасибо за просмотр! Подписывайтесь на канал, а также делитесь этим видео со своими знакомыми и друзьями. Спасибо за просмотр!